Продолжение следует... Обработана ногтевая пластина, снят липидный глянцевый слой. Покрываем ноготь базовым геем. Покрываем ноготь. Покрываем ноготь. Покрываем ноготь. Покрываем ноготь. Для выполнения вот таких вот объемных элементов мы берем тот цвет основной, которым мы работали, это белый, и добавляем в него акриловую пудру. Акриловая пудра должна быть обязательно прозрачной. И количество ее, то есть сколько нужно сюда добавить, должно будет зависеть от того, насколько плотный у вас гель-лак по консистенции. То есть он жидкий или более густой. Если гель-лак более жидкий, то значит чуть больше нужно акриловой пудры. Если он достаточно густой, то можно небольшое количество. У меня густой гель-лак, то есть вот чтобы вы могли ориентироваться на то количество акриловой пудры, которое я буду добавлять. То есть вот так вот получается где-то один к одному у меня. Для того, чтобы материал держал форму вот эту и не растекался на поверхности. Если вы будете выполнять это первый раз, не вмешивайте сразу все, не смешивайте, добавляйте понемногу, для того, чтобы вы понимали, какой консистенции получается у вас материал. Вот такой вот консистенции он должен быть. Я работаю тонкой кистью. У меня 3.0 Эмми. По центру ногти я провожу элементы. Старайтесь, чтобы они были и одинаковые по толщине, я имею ввиду по высоте, по объему по своему, и по длине. Используя эту технику вязаных принтов, можно не только вязаные, то есть имитацию вязаных вещей выполнять. Можно какие-то просто объемные элементы делать. Мне тоже будет очень интересно смотреться. Достаточно долго получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дублируем еще раз сверху рисунок центральный, который мы выполняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Покрываем финишным гелем. Промазываем хорошо, чтобы во все объемные бороздочки позаходили, ячейки, которые мы прорисовывали. Теперь берем поролоновую губку. Я, допустим, вот такую, да, вы можете взять любую в виде мочалки, которую вы используете. И прикладывая ее к поверхности ногтя, мы забираем излишний финишный гель, который съедает вот этот объем, над которым мы старались. В лампу. В принципе, наш дизайн готов. Если кому-то нравится вот такой вот вариант с глянцем, можно оставить и таким. Мне, например, больше нравится, когда он такой вот матовый, кашемировый. Для того, чтобы придать матовый эффект, мы сейчас покрываем ногти средством. Это у меня на лаковой основе средство. Вы можете взять топ финишный гелевый с матовым эффектом. Но, опять-таки, не забудьте промокнуть мочалкой. Я и отсюда тоже снимаю лишнее количество. Сейчас он высохнет и станет таким же матовым, как и остальные. Ну что ж, вот такой еще один вариант техники достаточно сильного дизайна вы можете предложить своим клиентам. Всем хорошего настроения, пока-пока. Здесь я немножко стратила, поэтому беру кисть. Действительный рисунок немножко получился, вернее, не получился. Для того, чтобы выровнять, я беру прозрачный финишный гель. Вырабатываем листь, чтобы придать ей форму. Вот таким вот образом сейчас очищу немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»